Здравствуйте всем! Я Мурат Фазиханов, являюсь наставником курсов робототехники учебного центра DATA. Сейчас я хочу вам продемонстрировать конструктор, который используется для обучения детей робототехники. Этот конструктор у нас оснащен различными сенсорами, которые в свою очередь помогают создавать различные виды роботов или различные автоматизированные машины. Блоком программирования, где у нас находится порт для USB и остальные порты для соединения различных моторчиков и различных сенсоров. В этот программируемый блок у нас используется свой тип программирования, а именно программирование блоками. В ходе действия дети не будут писать никаких кодов, то есть они не будут работать с текстами кодов, они будут просто использовать разные блоки, типа таких блоков. Эти блоки очень удобны и очень понятливы для всех детей, то есть дети не будут иметь никаких трудностей при выставлении блоков. У нас имеются различные цвета блоков, например, зеленый, оранжевый, желтый, красный, синий и зеленый. То есть они будут просто смотреть на блоки, будут выставлять свои блоки в ходе своих работ. Каждый блок будет делать свою работу, а именно, например, у нас есть блок звука, который будет издаваться именно в нашем блоке конструктора. Также у нас используются различные виды сенсоров, которые подключаются к блоку программирования. Они помогают создавать нам различные виды роботов и различные виды автоматизированной машины. У нас имеется несколько видов колес, которые помогают нам при движении роботов. Также у нас имеется гусеница, которая также помогает при движении различных машин и различных автоматизированных роботов. Вот такие вот детали у нас помогают создавать многозначные роботы, которые будут использоваться для различных сфер. Таких деталей у нас очень много. Все эти блоки соединяются между собой такими шлейфами. Они оснащены Ethernet-сетями, которые подключаются друг к другу. К этому конструктору у нас имеется своя документация. Это означает, что дети могут создавать свои собственные проекты, исходя из этого документа. То есть дети начинают сначала использовать роботы и создавать различные машины с помощью документа, который уже имеется в этом комплекте. А после чего у них развивается мышление и они уже самостоятельно будут делать свои собственные проекты. По окончанию робототехники у детей будет особый вид на IT-сферу. То есть дети будут знать алгоритмизацию не только с помощью теории, но также с помощью блоков, которые они будут использовать в ходе занятий. То есть дети будут улучшать свою логику, которую в дальнейшем они будут использовать в создании еще более больших роботов, чем эти. Занятия по большей мере будут проходить практически. Где-то 20 или 30% занятий будут теоретически, то есть детям будут объясняться разные основные характеристики, элементы этих конструкторов. А дальше все это дело будет происходить именно в практике.